Обстановка в Донбассе стремительно обостряется. На прошедших выходных обстрелу подверглись ряд населенных пунктов региона. Однако основной удар пришелся на жителей Горловки. Этот дом уже трижды обстреливают. Но несмотря на предыдущие повреждения, жить здесь еще можно было. А вот последний, третий обстрел окончательно заставил жителей покинуть свой дом. Это уже третья попытка уничтожить наш дом. Но он стоит. Ой, с утра начали, к вечеру закончили. Страшно. Все дымело, горело, как полагается. Вон тополя обрубаны, видать, с западного направления. Зайцево. В доме живут много молодых семей с маленькими детками. Елену, жительницу этого дома, могло присыпать потолком. Но, к счастью, стены дома выдержали удар. Кстати, вам очень-очень повезло. У вас вот эта сторона, она может осыпаться. А он просел. Ну, это я вам говорю. Ну, я же говорю, это после последнего обстрела. Окон нету, сквозняки. Вот здесь ребенок у меня спит. Самое безопасное место относительно. Вот это да. Потому что с той стороны стреляют, а тут как бы защита стены. И подвал. Все. Ну, мы сразу в подвал бежим. Аня также живет в этом доме. У нее также есть маленький ребенок. Но им повезло больше. В их квартире выбило только окна. Правда, больше терпеть и оставаться здесь Аня не намерена. Пока мы не выезжали, терпели это все здесь. Но сейчас вот сестра в частном секторе живет, пока туда перебрались. Там немножечко... Ну, не совсем легко. Там тоже прилетает. Это, ну, по сторонам, знаете, как. Из-за частичного разрушения, отсутствия электроэнергии и водоснабжения, этот дом уже не пригоден к жизни. И это только малая часть последствий от обстрелов. Под огонь артиллерии попали поселки Зайцево и Кальмовский. Там также зафиксированы серьезные повреждения. Огнем полностью уничтожены или частично разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки и приусадебные участки. Продолжение следует...